В нашем случае мы делаем не каркасные, мы делаем вот эти вот заготовки в виде плит из ОСБ-панелей и пенополистирола. Потом нарезаем их на станке уже в готовый проект, то есть по программе, и зашиваем этой доской сухой паз. И эта доска потом в военном виде, она сама уже служит несущим каркасом. То есть, по сути дела, заполнение внутри ОСБ-панелей не имеет значения, любой утеплитель подходит. Просто пенополистирола более технологичный, во-первых. Во-вторых, мы его, кстати, в Олексии не покупаем. А эти дома мы делаем здесь, у нас их уже порядка двухсот. В два с половиной раза дешевле обходится стоимость отопления. Засекали, то есть люди все довольны. А себестоимость строительства? Себестоимость неправильно такая же, как газосрекат. То есть, не намного дешевле, но зато очень быстро обходится, две недели там стоит. То есть, это, конечно, косвенные расходы экономии довольно весело. Мощность мы можем делать до десяти домов. Мощность в месяц на этом производстве, если в одно сном. Если в две, соответственно, в два раза больше. Понятно. Будет ли и дальше действовать программа «Ветхое жилье»? Войдут ли наши бараки? У нас программа по переселению, она самая большая в Центральном федеральном округе. 321 тысяча квадратных метров мы переселяем. Эта программа сформирована. И, соответственно, это аварийное жилье, подчеркну не вверх, а аварийное жилье, которое было признан таковым на первые дворя 12-го года. Вот 100 тысяч метров мы уже построили и жителям передали. Еще, соответственно, там 220 тысяч мы будем передавать, строить и передавать дальше. Значит, конкретно ваш адрес. Можно после встречи подойти к Шевченко, а все министры будут в холле. Подойдете к Шевченко, да. У нас была авария на переезде, 113 километра. Это между станцией Превогская, поселом Превогская и дерева Синская. Машина попала на переезде в аварию. И нам в связи с этим закрыли переезд. Вы не могли бы ускорить решение нашего вопроса? Потому что наше дерево вообще отрезано. Уткин, господин такой, он нам написал акт. И поставил условие, что должно быть для того, чтобы открыть железнодорожный переезд. Мы вызвали проектировщиков. Пригрязательный расчет стоимости той дороги, которую они требуют, это где-то в районе 30 миллионов рублей. Мы обратились в министерство транспорта наше, к Семюхину Максиму Владимировичу, о асфальтировании дороги до Прокшина. Дальше, в этом году мы отсыпали щебнем дорогу до Синской, но не до конца ее еще, потому что мы не знали, как будет, окончательно пойдет развязка. В следующем году мы именно к горке тоже подойдем и защебелим ее. И придется ездить пока в объезд, потому что, скорее всего, под таким уклоном железнодорожный переезд не откроют. Большегрузы по Н2 и для нашего Кашера разбивают дороги. Будет ли установлен когда-нибудь крестовой контроль? Так, крестовой контроль. Где у нас сиденье? В настоящее время работа 4 передвижные пункты рисового контроля в области. Мы периодически ставим рисовый контроль в проблемных местах. Ваш адрес мы возьмем на контроль, а в этом там будем ставить... Викторные рамки, когда... Викторные рамки должны заработать с 24-го... Нет, ну вот 24-го это уже через неделю. Они заработают максимально. Инвестор докладывает, что полностью техническая часть будет готов к 26-го октября. Мы условно берем 1 ноября срок и 1 ноября мы их включим. Мы когда делали систему камер фото-видеофиксации нарушений, в том числе сделали и рамки на фиксацию нарушений по перевозке. То есть у нас такие фиксированные места есть. Сейчас мы должны их запустить, посмотреть, как они заработают. Они самые, кстати, дорогие с точки зрения... Если будет эффективно, зато там штраф сразу 150 тысяч рублей, да, по-моему? Начинается от 150, в зависимости от перевеса до 500 тысяч рублей. До 500 тысяч рублей на автомобильные средства. Есть у нас в районе такой зверь. АО ТНС Энерготула. Мы с ним боимся. Вот это сегодня что-то еще. Около 5-6-7 лет ходили на прием к заместителю областного прокурора. Нет, не 5-6 лет, нет, нет, на самом деле они только работают, по-моему, до этого была другая организация, да, 2-2. Токурору в области меня в этом смысле поддерживает. В каждом конкретном случае там же они хитятка. Один месяц выставить большую сумму, потом 3-4 месяца ставить более-менее нормально. И они так по всей области проходят, да, это чисто бухгалтерский подход. Нужно за каждый случай обращаться в суд и признавать выставленную квитанцию недействительную. Вот тогда мы, сейчас объясню, когда мы с вами наберем таких судебных решений, там, пару десятков, тогда уже, соответственно, прокуратура уже может оценить судебное решение. И, может быть, тогда уже выйти с ходатайством на заблуждение уголовного дела. Каждане, которые, жители, рядом с вами, возьмите у них копии квитанции бывших, вот сейчас, которые пришли. Напишите от многих имени, от своего имени заявление прокурору, не прокурору, принесите, вы отдали свое место. Мы со своей стороны, и вы тоже, да, мы со своей стороны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.